Говорят, Новый год – это возможность начать все с чистого листа, перевернуть страницу прошлого и забыть все неудачи и падения, попробовать себя в деле, о котором давно мечтал, внедрить новые привычки, изменить образ жизни, выбрать ориентиры и почувствовать землю под ногами. Возможность. Жизнь. В нашем распоряжении 365 дней. 365 моментов, которые вы можете использовать от и до. Но так только говорят. А что если взять и попробовать начать действовать? Всем привет! Меня зовут Ксения и добро пожаловать на мой канал. Моя история о том, как я борюсь с РПП в форме компульсивных перееданий. И уже длительный период времени я все справляюсь с этим недугом и у меня не получается. Если мы с вами знакомы, то я хочу начать с предисловия «Куда же я пропала?». Надеюсь, что мой разговор об этом не затянется настолько долго и на улице не потемнеет. Моё предыдущее видео было о том, как я ушла в ремиссию РПП и начинала ходить. Оказывается, пищевое поведение обманчиво. И если ты несколько недель не переедаешь, не срываешься на сладкое, то оказывается, что ты еще не ушел в ремиссию, а это просто временное затишье. Чтобы сказать, что я ушел в ремиссию, должны пройти, возможно, месяцы, а то и годы. И так случилось, что в моей жизни произошел не совсем легкий эмоциональный период. Я столкнулась с большим количеством негативных эмоций, и я не знала, как с ними справиться. В начале года я уже пережила выгорание, и если хотите, мы об этом можем поговорить, но уже в отдельном ролике. И так случилось, что эмоции, которые я испытывала сейчас, очень схожи с теми, которые я испытывала тогда. Отсутствие желания что-либо делать, отсутствие смысла, зачем мне вообще действовать и совершать какие-то рутинные действия, поиск спасения в еде, желание постоянно спать, не вылазить из кровати и проводить свое время только в горизонтальном положении. У меня пропал интерес к жизни, пропал интерес к занятиям, я потеряла действительно цель, чего мне что-либо делать, зачем мне справляться с какими-то расстройствами, если можно просто лежать в кровати и ничего не делать. У меня также не хватало сил на уборку, уготовку и просто, чтобы встать и пойти умыться. Мне было лень просто сходить в душ и помыть голову. Из-за того, что я переживала уже в своей жизни выгорание, я выходила из него несколько месяцев, мне было очень страшно столкнуться с теми эмоциями вновь и с этим затяжным периодом поиска себя в этой жизни и отождествления себя как личности. Поэтому, как только я почувствовала первые звоночки, пропала из всех социальных сетей. Например, я недавно стала вести Инстаграм, и как вы знаете, Инстаграм любит регулярность, постоянство, а тем более новый аккаунт, я из него пропала. Я вела Телеграм, где у меня с девчонками складываются очень теплые и очень близкие отношения, и я оттуда пропала. Правда, я уже туда вернулась и оправдала свои действия, что со мной происходило, получила огромную поддержку, за что вам благодарна. Ну и YouTube — это та сфера, которая у меня нацелена на развитие, и от неё я тоже отказалась. Сейчас я понимаю, что это было правильное решение, что я ушла отовсюду, и что я не заставляла себя делать то, чего я не хочу, и выбрала бережное и заботливое отношение к себе, потому что это негативное состояние и апатичное состояние, оно не длилось долго. Оно продлилось 2-3 недели, и однажды утром я проснулась с желанием что-либо делать. Я проснулась с желанием написать в Телеграм о том, что со мной происходит, поделиться, получила поддержку в десятикратном размере и была очень счастлива на самом деле. Но праздники, вошедшие в нашу жизнь, немного сгладили моё появление во всех социальных сетях, например, в Инстаграме и на Ютубе. Я до сих пор не появлялась даже с шортами или борелсами. И пора вернуться, я считаю. Это как исповедь на самом деле. Я не знаю, что говорить, потому что на самом деле я понимаю, что пропадать некрасиво, потому что я устанавливаю доверительные и тёплые отношения с аудиторией, и не объяснившись, просто пропасть надолго, особенно когда я веду такой ежедневный, повседневный контент о питании, это неправильно. И дело не в том, что это сказывается на цифрах, каких-то охватах, просмотрах. В отношениях с людьми, со зрителями складывается совершенно другое. Тебе будто бы уже не доверяют настолько, насколько можно было доверять раньше. Но я надеюсь, что вы меня поймёте. Примите. Простите. Начался Новый год. Сегодня на календаре 3 января. Я сижу перед вами. И знаете, думаю, что о целях и итогах прошлого года я с вами ещё поговорю, но немного позже в этом видео. В каком-нибудь дне я сяду, это я обсужу. Но конкретно говоря про это видео, про цель на моё тело, на моё питание, я хочу вернуться в себя. Потому что апатичное состояние перед Новым годом, отсутствие желания что-либо делать, заниматься, развиваться, коснулось не только блога, но и, собственно, тела. Все полезные привычки, которые я до этого вела в свою жизнь, например, овощи, белок разный, жиры не только животные, но и растительные, минимизировать сладкое, всё это как будто бы конуло в лету, и приходится восстанавливать себя заново. И поэтому цель на это видео — вернуть своё тело в норму. Потому что я сейчас страдаю отёками, и это не только из-за моего ленивого состояния, но и из-за праздников, больших праздничных столов, разнообразного непонятного питания. Поэтому цель такая. Я рада, что мы с вами встретились, я рада, что я вернулась к вам, вы вернулись ко мне. Обещаю больше не пропадать, обещаю снимать видео регулярно, показывать свой успех, свой путь. Думаю, у меня всё получится с вами-то, с вашей-то поддержкой. Ладно, поехали смотреть эту неделю, как она у меня получилась, как она у меня вышла. Я уже в предвкушении, не знаю, чего от себя, честно говоря, ожидать, с какими обстоятельствами я столкнусь. Ну, как и есть. Очень рада увидеться с вами снова. Мне очень не хватало этого общения. Субтитры создавал DimaTorzok Привет, девчонки! С началом нового дня у меня закончились все новогодние праздники. В Беларуси нет таких длинных выходных, как в России. У нас все выходят на работу 3 января. А у меня этих праздников и не было. Я работала 1 января из-за сменного графика работы. Поэтому мне, наверное, немного проще вливаться в режим после всех праздников. Хотя они ещё и все не закончились. В предыдущем видео выходило про то, как я худею. И в следующем видео я обещала показать свой отвес. Результат был. Я потеряла 2,5 килограмма. Сейчас я килограмм уже вернула. Честно говоря, морально тяжело. Потому что из-за того, что ты страдаешь компенсивными перееданиями, такой формой РПП, ты постоянно находишься в замкнутом круге похудения-срыва, похудения-срыва. Но я решила этот год сделать для себя бережным отношением к себе. То есть у меня такой девиз. За этот год я очень хочу установить своё пищевое поведение. И решила без кардинальных изменений делать это медленно, аккуратно, осторожно и вводить новые привычки в свою рутину, в свою жизнь, в своё питание по чуть-чуть. Я не буду бросаться в омут с головой и не буду себя винить за все неудачи. Поэтому буду вам показывать, как я возвращаюсь в режим, как я возвращаю своё тело в норму, потому что я сейчас такой отёкший бочонок. Не только это виды на лице, но и на теле. Буду возвращать свои зарядки в жизнь, потому что я уже не помню, когда они были у меня последний раз регулярными. Я также хочу добавить щётку в свою рутину, питание, больше овощей. Во мне ещё борются две меня по поводу посчёта калорий. Одна говорит, не надо, не напрягай себя этим, ты ещё хуже себе сделаешь. А другая постоянно говорит о постоянном контроле от еды, соотношении кожу, калории, отказ от сладкого. В общем, это будет интересная борьба меня с собой. Добро пожаловать в Новый год! Добро пожаловать в Новый год! Сегодня день после ночной смены, и в такие дни у меня две крайности. Либо я очень много ем, в основном почему-то сладко. Из-за того, что я не сплю ночами, у меня не вырабатывается гормон сна, мелатонин. Из-за этого отсутствует чувство насыщения, голода. Ну, в частности, насыщение. И я постоянно ем. Вторая крайность — я, наоборот, ничего не ем. Это связано с тем, если я, наоборот, ем много ночью во время ночных смен. И в последние дни из-за того, что я заедала стресс, свою апатию, свое плохое настроение, включая и ночные смены рабочие. Я решила сегодня немного подразгрузиться. Неосознанно, честно говоря. Я позавтракала, показывала вам свой завтрак. Это была яичница, карпаччо и овощи. Думала поужинать и пообедать, в принципе. У меня был составлен рацион на день. Но сейчас 6 часов вечера, и я не хочу до сих пор есть. Я, наверное, выпью, может, кефира. В случае, если я почувствую голод, разгружусь. Возможно, мне станет легче. Потому что я испытываю жутчайшую тяжесть в желудке из-за того, что я в предыдущие дни просто объедалась сумасшедшая. Не чувствую вообще контроля никакого. В общем, девочки, я вас обманула. Пока я готовила кушать, я так захотела есть, что решила взять немного от ужина мужа. Здесь, в общем, паста. Макароны с фетой, помидорками и филе. Без овощей, но надеюсь, что и так будет вкусно. Субтитры создавал DimaTorzok Доброе утро! С началом нового дня вас. Я проснулась сегодня очень поздно. Я проспала в сумме где-то часов в 12-13. Кто-то скажет, что это много, но я себя во сне не ограничиваю из-за того, что я работаю в ночной смене. В 100-500 раз об этом говорю. Из-за того, что я одну ночь в каждые 4 дня пропускаю. Вне зависимости от того, что я потом сплю, конечно, днём. Но всё равно. Я не получаю достаточно нужных, полезных веществ. У меня не вырабатываются некоторые гормоны в нужном количестве. Поэтому я позволяю себе спать в дни, когда у меня выходные столько, сколько я хочу, пока я не пойму, что я выспалась. Самое главное — это было привести себя с утра в порядок, потому что из-за такого, кстати, длительного сна я не отекаю. Но такая небольшая припухлость есть. То есть, если сравнивать с тем, как я отекала раньше и сейчас, то разница, конечно, колоссальная. Итак, что я для этого делаю, чтобы не отекать в таком большом количестве? Поставлю вас, потому что я уже чувствую, как затекает у меня рука. В своём инстаграме я уже поделилась блоком актуальных сторис про отёки. Я уже немного там рассказала, как избежать их, как сделать так, чтобы их было меньше. Какие-то упражнения подсказала. В принципе, можете туда зайти, посмотреть. Там много чего интересного. И рилсы на эту тему, и истории. В общем, инстаграм мой здесь. Что в практической жизни ежедневно я могу делать, чтобы поддерживать своё тело с минимальным количеством отёка в организме? Начнём с того, что отёки у нас происходят из большого накопления жидкости в межклеточном пространстве клеток. Зачастую там застаивается лимфа. Как вы знаем, лимфа — это такая жидкость, чем-то похожа на кровь, и у неё нет своего насоса, как качает кровь сердце, например. Но активность наша и постоянное сокращение икроножных мышц вырабатывает движение лимфы. Вот почему движение так важно. Собственно, исходя из этого, я выполняю следующее, чтобы избежать отёка. Я по утрам люблю делать зарядку на МФР-ролле. Это моя давнишняя привычка, и те, кто со мной, наверное, с самого начала моего ведения блога, знают об этом. Я снимала об этом видео. Самое первое рассказывала, почему я их так люблю. Помимо этого, если мне позволяет время, и я не встаю рано, или, наоборот, я встала пораньше, и у меня есть время, я выполняю несколько упражнений. Это зависит от моего настроения. Это могут быть упражнения на пресс, либо это упражнения для спины. Если я спала в каких-то странных позах, и утром стоя с кровати, я понимаю, что мне некомфортно в области спины. Для того, чтобы избежать отёков, также советую пить много воды. Пить много воды для меня — это уже табильность, это одна из составляющих моей жизни, моей рутины. Вообще, советую рассчитывать норму воды на свой оптимальный вес. Все мы знаем, что примерно норма воды — это 30 мл на килограмм веса. Но что такое оптимальный вес? Наверное, каждый из вас слышал такую формулу «Рост минус 110». Это должен быть у вас идеальный вес. Так вот, в нутрициологии об этом часто говорят, что это оптимальный вес. Не обязательно ориентироваться на эту цифру, потому что зачастую она бывает слишком маленькой. Но как ориентир, плюс-минус 5 кг туда-обратно можно как будто бы плясать. И я рассчитывала свою оптимальную норму воды на свой оптимальный вес. Например, мой рост — 168, где-то 58 кг — это мой оптимальный вес, и умножала на 0,30. Это примерно литр 700, литр 800. Я не советую вам начинать пить резко, внезапно эти полтора литра воды, если вы до этого никогда не пили, а потихонечку начинать. И я бы еще советовала пить воду капельным методом. То есть, например, некоторые люди, когда им говорят, что надо пить много воды, возьмем те же полтора литра, они начинают пить это внезапно. До этого они, может, пили 500 мл в день, а на завтра уже полтора. И при этом они выпивают пол-литра утром, пол-литра в обед и пол-литра вечером. Я бы советовала, опять же, капельным методом, понемногу, буквально по стаканчику, по полстаканчика, как вам комфортно, чтобы вы не нагружали свою мочеводелительную систему. Потому что если вы внезапно начинаете пить много, и затем внезапно начинаете ходить постоянно в туалет, значит что-то не так. Значит вы неправильно пьете воду, и она у вас просто не усваивается в организме. Помимо этого, для того, чтобы избавиться от отеков, я бы вам посоветовала заниматься какой-то активностью тренировочной. Вы можете найти любой спорт, любую тренировку, что угодно, то, что вам нравится. Например, я обалдею от теловых тренировок. Главное, чтобы эта активность присутствовала. В идеале говорят о 150-200 минутах в неделю. То есть это примерно 2-3 тренировки, в зависимости от того, сколько у вас тренировка длится, в неделю, которую вы можете уделить для своего тела. Из-за того, что я работаю сидя, у меня бывают рабочие дни, когда я просто 12 часов сижу на стуле, я стала разминаться, вставать каждый час, немного пройтись, немного размяться, выполнять пару упражнений, чтобы тело возвращалось в тонус. Потому что сидячая работа очень плохо сказывается на нашем организме. Поэтому, если вы учитесь или тоже работаете сидя, постарайтесь хотя бы час, каждые 2 часа вставать и просто выполнять небольшую разминку. Вы будто бы идёте в туалет и хотя бы в туалете поразминаться. Почему бы нет? Кстати, про сухую щётку. Говорят, она тоже суперклассный вариант для того, чтобы избавиться от отёков. Она разгоняет нашу лимфу. Но здесь речь идёт не конкретно о сухой щётке, а в принципе о массаже. Если у вас есть возможность ходить на массаж, пожалуйста, ходите, где вас разомнут, пожмякают, и вы помимо приятных ощущений ещё получите комплекс положительных эмоций и чувств для вашего тела. Надеюсь, вам была полезна эта информация, и вы что-то примете для себя на свой счёт и будете это выполнять. Тем временем я вернулась на кухню, сейчас буду обедать. Сейчас 3 часа дня. Я почувствовала голод, и я подумала, что пора. Я сейчас буду доедать свой вчерашний ужин. Здесь паста, фета, макароны, помидоры и филе тушеное. Я его замариновала до этого в сметане, и получилось очень нежно и очень мягко. Главное филе вовремя выключить и снять со сковородки, потому что очень высока вероятность, что вы его пересушите. Решила себе по-быстрому сделать кофе. Я, кстати, кофейный фанат. Не могу вообще без него жить. У меня плохо он профильтровался, но ладно. И взяла половинку бомбара. Такой у меня батончик. Очень люблю. Кстати, мне они очень нравятся. Нет такого странного привкуса протеина. И ещё вот попью кофеёчек кофеёчек и буду дальше работать с Мэри Трюот вебинар. На часах полшестого вечера я закончила делать истории для того, чтобы... Для чего? Уже не помню. А, протёки. Ужас. Я потратила на это два часа, и я устала. Но устала, честно говоря, смотреть в телефон и постоянно это все редактировать. Поэтому сейчас планирую сменить активность, попить водички, пойти потренироваться, затем поужинать. И буду дальше учиться. Я купила к Новому году новый ежедневник. Это у меня такая традиция на каждый год. И у меня отдельный новый ежедневник. В этом году мне он очень нравится, как выглядит. Я хотела купить точно такой же, как у меня был. Вы его часто видели. Он мелькал у меня в сторис и в видео. Такой серенький. Я хотела купить такой же, такой другого цвета. Но в магазине увидела этот и подумала, блин, какой он классный. Сейчас я его закрываю, чтобы показать вам. И решила, что хочу вот такой. Он... Просто я и мой нутрициологический подход к пище. Дело в том, что я страдаю РП, как вы знаете, и обучаюсь нутрициолога. Если следовать советам, которые говорят, как правильно питаться и внезапно резко вводить это всю жизнь, то я боюсь, что я попаду в какую-то пищевую яму в том плане, что я буду есть все подряд, потому что я себе многое запрещаю. Поэтому я решила постепенно, опять же, бережно вводить полезные какие-то привычки. Возможно, вы считаете, что мой рацион неправильный. Много сладкого, мало овощей. Каким-то отдельным продуктам я уделяю слишком много внимания. Но я хочу сказать, что это я, это мое питание. Я ничего не пропагандирую и просто показываю, как я потихонечку, постепенно хочу прийти к правильному сбалансированному питанию. Поэтому сейчас я буду показывать свой ужин. Прошу меня за него не осуждать и понять принятие. Это творожные вафли с творогом и сгущенкой. Я знаю, что пару минут назад я говорила про то, чтобы не отекать, нужно избавиться от молочки и сладкого на ужин. Но! Я уже взяла себе стакан воды, а не кофе. Это уже успех. Но я очень захотела чего-то такого покушать неординарного. У меня не было настроения готовить что-либо такое прям вау. Мясо какое-то тоже не хочу, салат не хочу. И мой выбор пал на такие вафли. Вот. Кстати, в Телеграме поделилась рецептом этих вафлей. Можете перейти посмотреть. Я не добавляю сахара в них, поэтому их можно есть как со сладким топпингом, так и с соленым, например. Ну что, доброе утро. Рада приветствовать вас в новом дне. Сегодня у меня рабочий день, и я проведу на работе 12 часов, даже немного больше, с учетом дороги туда и обратно. Я уже проснулась и сделала зарядку, ее не снимала, потому что делала ее в темпе, чтобы она не занимала много времени. В общем, я решила просыпаться пораньше ради того, чтобы сделать зарядочку, и делала упражнение на пресс и с первого дня. Кстати, я сегодня очень плохо спала. По ощущениям, из глубокого сна, наверное, я потратила только часа 3. Знаю, чем это связано, скорее всего, с тем, что я использую телефон буквально за 15 минут до сна, а то я буквально тут же его выключаю и ложу спать. Надо поработать от этой привычки и избавиться от телефона за час хотя бы до сна, желательно даже за два, выполнять все свои дела пораньше и проводить потом время с семьей либо с книгой до сна, чтобы успокаиваться нервная система. Ну, а пока пойдемте с вами позавтракаем, я покажу вам, что беру с собой на работу и увидимся уже вечером. Так, девочки, мой завтрак сегодня перед работой. Вчерашние творожные вафли всего 160 калорий на 100 грамм. Вы ушли 6 вафель на 360 грамм. То есть очень-очень минималистично, я бы сказала. В общем, здесь творожный сыр, аллокадо, рыбка и огурец и заварила себе кофе. В планах, конечно, от кофе отказаться, но до этого я пила кофе три раза в день, сейчас я отказалась пока только от ужина. Будем еще уменьшать небольшими дозами. Количество с собойки у меня сегодня, конечно, немного зашкаливает. Сейчас расскажу, что беру с собой. Как вы знаете, я работаю сменным графиком по 12 часов, мой рабочий день заканчивается в 20.00. Из-за того, что я ложусь спать часов в 11, а приезжаю домой к 9, ужинать мне дома поздно, поэтому я беру и обед, и ужин с обоими работаю. Так вот, на обед я беру пасту, которую ем уже третий день. Это махароны из сварных сортов пшеницы, помидор, фета и филе тушеное в сметане. Очень понравился рецепт, и все никак не могу его доесть, очень много сделала. Также на обед планирую как-то на перекус добавку скушать шарлотку. Я ее сама пекла. Не знаю, есть ли смысл давать рецепт, потому что это самая обычная шарлотка с большим количеством сахара, потому что пекла в первую очередь не для себя, но кусочек взяла попробовать. Салат. Долго думала, что хочу покушать на ужин, но могла решить. Здесь кальмары отварные, шпинат, пекинская капуста, помидоры. И беру с собой половинку протеинового готовничка бумбар. Вот, вчера кушала первую половинку, сегодня доедаю вторую. А если я хочу что-то сладенькое, то позволяю это себе после какого приема пищи. Не знаю, еще буду его есть не буду, но беру на всякий случай. Кстати, моя шарлотка выглядит так. Украден одинокий кусочек. Но я буду собираться. Добро пожаловать в новый день, сонный день. Я работаю в начиную смену, это значит, что я сплю до обеда, сплю после обеда, целый день сплю. Собственно, поэтому я такая пуша. Я, которая рассказывает про отеки и как от них избавиться. Да-да, девочки. Сейчас, как обычно, я вас поставлю и мы с вами поговорим. Поскольку я люблю быть с вами честной, я считаю, что я обязана с вами поделиться тем, что произошло вчера. Вчера после работы я пришла очень уставшая, так получился, что у меня был очень нагруженный и очень активный рабочий день. Для вашего понимания, я на работе прошла 20 тысяч шагов. Это было растянуто на весь рабочий день, на все 12 часов. И мне не хватало времени просто покушать. Я просто где-то ухватила 10 минут, пообедала. Я заварила чай, чтобы выпить его с шарлоткой. И меня вызвали работать дальше. И мне этот чай простоял до 6 часов вечера. То есть, я заварила где-то в 12 в час. И только в 6 я смогла его выпить. Я уже просто добавила кипятка в эту заварку. Не заморачивалась, не делала заново новый чай. И съела кусочек шарлотки. Наверное, здесь я немного ошиблась, поскольку, если смотреть на эту прием пищи с нутрициологической точки зрения, это чисто сахарный прием пищи, потому что шарлотка у меня никакая не пупе, там очень много сахара. В принципе, яблоки сладкие сами по себе когда запекаются. Я это съела, опять пошла работать, и я так резко захотела есть. То есть, это внезапное чувство голода, которое обрушивается на тебя, как снег на голову, когда тебе вот так вот начинает трясти такой злой голод. И я просто уже от десходности, от бессилия, потому что мне, опять же повторюсь, из-за сладкого приема пищи, шарлотка с чаем подпрыгнул сахар, и он тут же резко упал. И в этот момент, когда он упал, я это прям почувствовала на себе. Вот эта вот тряска рук, резкое бессилие, мы куда-то шли с моим коллегой, и я просто понимаю, что у меня нет сил дойти. Домой вернувшись, из-за того, что у меня не было нормального приема пищи, я не успела съесть зала, поужинать им. Я ела столько много сладкого. Я съела и какие-то вафельки, и какой-то батончик, конфеты. В общем, я это уже не снимала, потому что у меня был такой процесс быстро-быстро-быстро закинуть это в рот. Вот так вот закончился мой день. Но из-за того, что я вчера очень много активничала, у меня, на удивление, на сегодняшний день на весах минус. Начинаем день сегодняшнего завтрака. Здесь шпинатный блинчик, творожный сыр, авокадо и рыбка. Две конфетки и кофеечек. Вот такой вот у меня милый завтрак сегодня. Хотела сказать, что он, в принципе, да, он... Вчера вечером я очень сильно хотела заказать пиццу, но не работала ни одна наставка в нашем городе, а которая работала, доставляла очень долго, и я не согласна была. Поэтому я приготовила сегодня ее сама на творожном тесте, чтобы было больше белка. Однако от этого меньше жиров мне не станет, потому что тут видишься всякие и сухие колбаски, и такие со шпиком, и сырок. Очень много сырка. Но мне так хотелось пиццу, и я подумала, что ладно, лучше я приготовлю на творожном тесте, буду уверена в ее качестве и составе. Сейчас налью себе кружечку колы без сахара. Вот. Я вчера даже купила по пиццу колу, но так ее не выпила. Кстати, я не пью газированную воду, включая минералку и всякие газированные напитки, поэтому я обычно делаю вот так и вымешиваю газы в те дни, когда я хочу попить газировки или, например, в гостях, а у них другие напитки не предусмотрены. Это выглядит странно со стороны, но таким образом я заботюсь о себе и о своем желудке, потому что когда я пью газированную воду, у меня почему-то происходят какие-то странные ощущения внутри, что говорит о том, что этот продукт не подходит моему ЖКТ. Отрезала себе чуть-чуть, покушаю. так, девочки, я потренировалась, сейчас собираюсь на работу, беру свой вчерашний слайд, который тоже брала на работу, он так и не съела. Это будет мой ужин, сейчас я кушать не хочу, как-то я в обед съела пиццы, мне хватило, но по-любому захочу кушать на работе, поэтому беру ее с собой, целую ночь не спать и кушать, что-то надо. Еще нам на Новый год подарили конфетки, я решила взять чего-нибудь с собой сладенького на случай, если я этого захочу. Кстати, хотела с вами поделиться немного личным. Так получается, что я начинаю развиваться в Инстаграме и мне это очень тяжело удается. Во-первых, у меня там никаких результатов, к сожалению, хотя я очень стараюсь, рассказываю много экспертной информации, это моя боль, конечно, намного проще либо начинать что-либо делать, начинать новую сферу, когда у тебя там есть отдача. Когда ее нет, становится прям совсем грустно. Но я все равно стараюсь, выкладываю, надеюсь, что когда-нибудь что-нибудь у меня получится. В общем, девочки, мой завтрак. Честно говоря, кушать будто бы совсем не хочется, но я понимаю, что последний раз я ела очень-очень давно, где-то часов шестнадцать назад, поэтому это уже просто необходимость. При том, что я очень долго не могла с собой договориться, что я буду есть, поэтому это опять шпинат на блин. Это то, чего мне более-менее хочется. Кофе с молоком. Я, кстати, пью безлактозное молоко. Я не помню, говорил вам про или нет, но с молочкой у меня сложное отношение. Ну ладно, об этом потом. Но безлактозное. И шарлотка. Села планировать свой ближайший план. Я планирую свою жизнь по принципу ставлю глобальные цели. И из-за того, что цели глобальные, нет понимания, куда двигаться. То есть цели кажутся вообще недостижимыми и будто бы не про тебя. Хотя на самом деле это то, чего я хочу и хочу туда двигаться. Но из-за этого масштаба страшно. Будто бы ты не достоин этого и ты не сможешь этого достичь. Поэтому в прошлом месяце буквально случайно, когда я загорелась съемка YouTube, я посчитала, что справиться с компульсивными переданиями мне как раз поможет за YouTube. Я найду здесь поддержку. Что, собственно, и случилось. Так вот, когда я поняла, что я хочу в этом развиваться, я настолько ярко горела этой идеей, у меня был целый план действий в голове. И я расписала три месяца, потому что идей было много. Вариантов развития направлений было тоже очень много. И я решила это все структурировать. Я просто выделила три месяца. На тот момент это был октябрь, ноябрь, декабрь. И я просто организовала будто бы векторы развития в этом месяце. То есть я акцентировала внимание, например, в октябре я уделяла внимание тому-то, но я знала, что у меня будет командировка в этом месяце, поэтому я не могу уделять стопроцентное внимание. В общем, варьировало, как вы понимаете. И как-то перекидывала дела туда-обратно. И это, кстати, стало суперпланом для меня, потому что, помимо того, что у меня были какие-то цели, которые, повторюсь, были для меня ненестижимыми, такой трехмесячный мини-план стал отправной точкой к движению. Когда не страшно, ты понимаешь, что по чуть-чуть, маленькими шагами я могу достичь абсолютно всего. Я январь уже распланировала. Так вот, в январе я выделила сферу блок, семья, отношения, друзья, обучение и саморазвитие для себя и спорт. Спорт, собственно, уходит и сфера тела. Поэтому сейчас буду делать по такому же принципу февраль и март. Ну что, у меня планы изменились. Я изначально говорила, что у меня сегодня лениво домашний день, но девчонка, которая делает мне маникюр, предложила зайти к мне сегодня. У меня запись была на завтрашнее утро, но она предложила перенести, а я ей рада, потому что завтра у меня единственный полноценный выходной день от и до, и я бы хотела его потратить на контент, на какую-то съемку, каких-то рилсов, истории наперед, потому что у меня рабочий день будет. В общем, это энергозатратно, у меня не будет времени и возможности снять, потому что я везде на работе, еще и без телефона, поэтому хочу немножко так запасаться контентом, историями, возможно, рилсами, и пора уже монтировать видео на канале. На улице такое закатное солнышко, морозик, мне очень далеко идти на маникюр, где-то час времени, но я решила пройтись пешком, чтобы насладиться такой погодой. Правда, одеваться я буду, не знаю, в слое три, наверное, чтобы не замерзнуть, но, когда еще такая погода будет? Ну что, я очень тепло оделась, заряжала телефон, она мне очень теплый костюм, еще термобелье снизу на улице минус 20, ходить и пройдусь немножко, не знаю, сколько мне хватит, когда замерзну, вызову такси, а может дойду до маникюра и пешочком. Буду переделывать свои ноготочки, они еще не сильно отросли, я делала их перед Новым годом, но я один сломала, поэтому, возможно, сделаю все короткое, потому что собираюсь пойти в зал, а длинные ногти в зале всегда мешают. Я вернулась такой уставшей, но у меня усталость так накатила внезапно просто, и я думала покушать, приготовлю такой хороший сбалансированный ужин, но я ничего не хочу, сейчас вы просто удивитесь снова ужина. Я взяла крекеры вот такие по-французски, вместе с кунжутом, нарезала всякой колбаски, которая лежит для нарезки еще с Нового года, и это будет мой ужин. Я еще выпью какао с зефиркой, тоже вам покажу, и даже, наверное, отправлюсь спать. Не ругайте меня за эту сбалансированность, я знаю, что колбаса это плохо, но у меня, в принципе, в последнее время какие-то проблемы с аппетитом, мне очень тяжело особо договориться она поесть, и поесть то, что я хочу, то, что мне нравится. Тяжело. Люблю такие покупать в магазине зефирки, они сами их делают, они как домашние, очень вкусненькие. Здесь малина, лимон, заварилась по какао, наслаждаться. Хотелось как-то подвести итог. Во-первых, я рада, что у меня наконец-то сложилась завидная регулярность планина зарядок. Возможно, это не очень заметно в течение видео, поскольку я не видела смысла снимать одну и ту же зарядку каждое утро, но она была. Я снимала в телеграмм свою зарядку, там вы можете посмотреть, там я показываю полностью все упражнения, в дни, когда я делаю пресс, в дни, когда я делаю спину, и, собственно, зарядка на МФР роли. Переходите в телеграмм-канал, смотрите, буду вас там ждать. В закрепе можете посмотреть, полистать. Во-вторых, со щеткой. Я не совсем подружилась, но три раза в неделю я ее делаю. Наверное, в идеале я бы сейчас хотела прийти к щетке через день, а затем уже и каждый день. В результате этой недели я скинула где-то полтора-два килограмма. Это очень много, но это вода, это отеки, и это нормально, особенно после праздников, когда было много-много разной еды. В-третьих, я наконец-то немного навела порядок в своей тарелке, я стала прислушиваться к тому, чему я хочу кушать, что я хочу кушать. Да, у меня случается еще переедание, я не умею контролировать эмоции, я не умею контролировать свою усталость, и с этим тоже стоит поработать, и стоит мне еще научиться контролировать приемы пищи, точнее, периодичность этих приемов пищи, чтобы не было слишком больших перерывов между ними, потому что из-за того, что они случаются, я испытываю резкий голод, внезапный, или наоборот, он плавно наступает, а потом я страдаю, что я очень сильно хочу есть, и дайте мне эту еду быстрее, и я начинаю терять контроль, срываться и очень много кушать. В общем, девочки, компульсивное переедание очень тяжелая история, очень тяжелый путь предстоит, но этот год у меня нацелен на избавление от РПП, надеюсь, у меня получится, вы окажете мне должную поддержку, присоединяйтесь, будем вместе идти в ногу со временем, в ногу с выздоровлением на пути к ремиссии, будем тоже вводить новые привычки, учиться питаться, при этом наслаждаться каждым днем, чтобы еда не заполняла все наши мысли. Спасибо, что посмотрели это видео, мне было очень приятно, что вы уделили мне время. Сегодняшнее видео получилось таким длинным, впервые у меня будет видео на канале более получаса. Спасибо за вашу поддержку, я готова благодарить вас каждый раз, потому что столько, сколько я ее получаю, это просто невероятный объем добрых слов. Я надеюсь, что у вас тоже все получится, что вы на верном пути, то несмотря от цели просмотра этого видео, вы тоже хотите избавиться от РПП, или вы просто мотивируетесь на новые полезные привычки питания, чтобы найти гармонию, дружбы с телом, или вы просто смотрите, потому что вам интересно. Спасибо, что уделяете мне это время, потому что я знаю, как мало времени в нашей жизни, а вы смотрите мое видео. В общем, я вас очень люблю, я вам благодарна за все, за каждое ваше слово, за каждое ваше действие. Можете поставить лайк, можете оставить комментарий, поделиться своими мыслями по поводу питания, новых привычек, по поводу, в принципе, целей на год, каким вы видите этот год, на что у вас основной ориентир направлен. Переходите в мой телеграм-канал, я вас там буду ждать. Можете перейти в инстаграм, посмотреть, что там полезненького есть, и оставить какую-то оценку, как-то прокомментировать все действия. В общем, я вас очень люблю, спасибо, что остаетесь со мной. До скорой встречи. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok